Михаил Плецковский. Непонятливый львёнок. Жил на свете львёнок. Он был совершенно маленьким и совершенно непонятливым. И за то, что он задавал по тысяче вопросов в минуту, ему крепко доставалось от строгой мамы. Однажды во время прогулки львёнок встретил незнакомого зверя. — Может, познакомимся? — предложил он первым, так как был к тому же невероятно любопытным. — А вам этого очень хочется? — спросил незнакомый зверь. — Очень-очень-очень-приочень! — обрадовался львёнок. — Страшно люблю знакомиться. Что касается меня, то я львёнок. — Вижу, что не корова! — пробурчал незнакомый зверь. Потом он протянул лапу и представился. — Ягуар! — Понимаю! — сказал львёнок. — Ты — гуар, да? — Во-первых, не ты, а вы. Это не культурно незнакомого зверя называть на ты. — Извиняюсь, дорогой вы гуар. — А во-вторых, не вы гуар, а я гуар. — И я говорю, вы гуар. — Пойми, львёнок, я ягуар. — Понял. Вы вы гуар. — Да чего же вы непонятливый львёнок? — Это, наверное, потому, что я ещё маленький. Вздохнул львёнок. — Честь имею! — рявкнул ягуар. — Вот, подрастёте, крошка, тогда и приходите знакомиться. С этими словами рассерженный ягуар пошёл своей дорогой, а львёнок — своей. — Некрасиво получилось, — подумал львёнок. — Я к нему со всей душой, а он обиделся. — Нет, с сегодняшнего дня я обязательно перевоспитаюсь и всех незнакомых зверей на «вы» называть буду. Идёт львёнок, а навстречу ему большой мохнатый рогатый. — Здравствуйте! — заикаясь, проговорил львёнок. — Рад познакомиться! — Здравствуй, львёнок! — ответил большой мохнатый рогатый. — Ой, а откуда вы меня знаете? — Я всех знаю. — А кто вы такой? — спросил львёнок. — Я, между прочим, як. Пора бы знать. Вуркнул большой мохнатый рогатый. — Никогда прежде о вас не слыхал, — честно признался львёнок. — Прошу прощения, глубоко уважаемый вык. — Какой ещё вык? — нахмурился большой мохнатый рогатый. — Как вы сказали, так я и повторил. — Як! — растерялся львёнок. — Большой мохнатый рогатый стукнул себя копытом в грудь и сказал. — Як! Ну, повтори! — Бык! — сказал львёнок. — Э-э-э-э! Да с кем я разговариваю? Ты такой непонятливый, что жалко даже время терять. Отругал львёнка большой мохнатый рогатый. Махнул хвостом и пошёл прочь. Загрустил бедный львёнок. Жалко ему себя стало. — И чего это они ко мне придираются? — Непонятливый, непонятливый. Может, я больше их понимаю. Вдруг видит он, выскочило из-под камня что-то зелёное с хвостиком. Выскочило и пищит. — Куда идёшь, львёнок? — Никуда не иду. Просто так гуляю, — ответил львёнок. — А вы что такое? — Не такое, а такая. Ящерица я. — Вы первая. Выщерица, с какой я встретился! — гордо прокричал львёнок. — Только не выщерица, а ящерица! Хихикнуло что-то зелёное с хвостиком. — Вот непонятливый! — Львёнок собрался снова оправдываться. Но что-то зелёное с хвостиком быстро юркнуло под камень и больше не показывалось. Постоял-постоял львёнок и домой поплёлся. Идёт и размышляет. Или я знакомиться не умею, или сами они ужасно непонятливые. Этот — выгуар, этот — вык, эта — выщерица. Спрошу-ка лучше маму. Мама всё знает. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok